В ССУ уничтожили еще два моста в Курской области. В окружении могут оказаться тысячи десантников РФ. Выше, быстрее, сильнее. Соревнования в армии РФ. Кто стремительнее бежит? Морпехи или спецназ Кадырова? Кремль готовится взорвать Курскую и Запорожскую атомные станции. Лукашенко опять нарывается. Бульбацезарь перебросил треть своей армии к границе с Украиной. Всем привет, меня зовут Федор Шевенко. Сейчас мы обсудим все самое важное и резонансное, о чем говорят в мире, Украине и, конечно же, за полебриком цивилизации. Обо всем, что в тренде. Поехали! Авиаудар воздушных сил Украины управляемой бомбой Асамхаммер по еще одному мосту в Курской области через реку Сейм. Через этот автомобильный мост шло снабжение российских частей. Пространства для маневра у агрессоров практически не осталось. Как сообщают зэдблогеры, из-за нависшей над ними угрозы окружения российская армия отступает. Российская армия организованно отступила на восточный берег речки Сейм у Теткина. Заняты новые подготовленные рубежи обороны. Угроза массового окружения российских вояк нависла после того, как ВСУ подорвали уже два из трех важнейших мостов на реке Сейм. На безупречную работу украинской авиации можно смотреть вечно. Дольше можно смотреть только на то, как бегут российские вояки. Еще одна. Наряду со спецназом Ахмад настоящая элита русского воинства. Морская пехота. Драпают от украинских героев, бросая технику, оружие и даже своих командиров. Я младший лейтенант Ткачев Андрей Андреевич. Командир роты 1-го мотострелкового батальона 810-й бригады морской пехоты. Взят плен 225-й ОШБ. Этому командиру роты 1-го мотострелкового батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Андрею Ткачеву повезло остаться в живых. Хотя бегает он явно хуже своих подчиненных. Прошу обменять меня на пленных азовцев, защитников Мариуполя. А как вам кажется, кто бы победил в этом побеге от превращения в груз-200? Кадыровские скороходы и спецназа Ахмат или все же стремительные и проворные морские пехотинцы? Напишите комментарии. С удовольствием почитаю. За последние три дня террористическая группировка киевского режима совершила прорыв на территорию Курской области. Несмотря на то, что граница была под надежной защитой спецназа Ахмат. Тем не менее, во время прорыва границы ни один воин спецназа Ахмат не был ранен, убит или взят в плен. Потому что воины Ахмат проявили невероятную смекалку и первыми оттуда с**лись. За что будут представлены к высшим наградам, которые им вручит лично сын Рамзана Кадырова Адам. Впрочем, бросает все не только российские вояки, но и вся путинская власть в целом. С самого начала правления Путина его главный девиз спасение утопающих дело рук самих утопающих. Особенно если речь идет о Курске. На территории области подконтрольной Украине единственные, кто помогает местным людям и детям. Это те самые злые бандеровцы. В суд же и вовсе головы местных настолько прочистились без влияния Раша ТВ, что тезка Михаила Горбачева просит у ВСУ повесить Путина. Горбачев, ничего сяка потужно прозвищ. Короче, брат, ты все, ты бы все, есть пы, ты, есть ли. Да, вы все, спасибо вам, ребят, дай бог вам здоровья. Все, борьжи с собой. Бейте фашистов, в натуре бейте. Все, Путин кто? Повесьте его, братан. От души, от души. Пожалуйста, повесьте его. Слава Украине, брат. Героям слава. Надо отдать должное смелости деда. А может не смелости, а прозорливости. Он просто уверен, что власть Пула не вернется на их земли. А как вы думаете, что будет с Курской областью? Будет ли тут проведен референдум? Или ее просто обменяют на часть оккупированной Запорожской? Напишите свои комментарии, обязательно прочту. А еще поставьте этому видео лайк и подпишитесь на наш канал. На русском тоже говорят правду. Лукашенко перебросил почти треть своей армии границы с Украиной. Бульба Цезарь заявил, что перебросил свои войска границы из-за того, что там находится якобы более 120 тысяч украинских военных. Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках, так как это в случае войны обороны было бы, разместили наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, там работают спецподразделения, альфа-алмазы и прочее, самоподготовленные, они свою работу делают. Тем временем ночью РФ попыталась нанести ракетно-дроновый удар по Украине. Вот только результат получился неожиданный. В Ростовской области горит нефтебаза. В СУ успешно ударили по российскому комбинату «Кавказ», где хранили нефть и нефтепродукты, снабжающие армию оккупантов. Вот оно все горит, дым столбом, вот оно у меня на поле сразу. А касаемо удара РФ по Украине, то ночью агрессоры запустили 16 различных средств воздушного нападения, 13 из которых были сбиты силами ПВО. Три других, как заявляют украинские военные, своих целей не достигли. Обошлось без пострадавших, но в Киевской области есть поврежденные дома. В свою очередь в Ростовской области, по сообщениям местных, летало до пяти украинских дронов. Уживое российское минубийство заявило об успешном сбитии всех дронов. Успех по-русски, кстати, выглядит так. От бессилия остановить продвижение украинских воинов вглубь РФ, россияне готовят провокацию на Курской и Запорожской атомных станциях. Итак, опаснейшая провокация, которую готовит киевский режим. Данные приходят сразу из нескольких, не связанных друг с другом источников. Планируется удар по ядерным объектам России. Речь о Курской и Запорожской АЭС. Эту информацию подтвердили, в частности, военнопленные во время допросов. Для атаки собирается использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Их уже завезли в село Желтые Воды в Днепропетровской области. Сценарий нам хорошо знаком – устроить провокацию, а затем обвинить во всем Россию. На вору и шапка горит. Подобными новостями на центральных каналах Кремль всегда готовит почву для возможных терактов. Известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Целью ударов является последующее обвинение Российской Федерации в провокации, в самообстреле, в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины. Киевским режимом получена команда максимально поднять градус эскалации. Все готовится под контролем западных спецслужб, в основном британских. В Суму и Запорожье уже приехали иностранные журналисты. Худшая реклама для Теслы. Ион Маск вооружает кадыровцев. Глава всеятия, кто к армии Чечни, Рамзан Кадыров, похвастался, что получил Тесла Кибертрак якобы лично от Илона Маска. Дальше Кадыров установил на крышу машины пулемет и пообещал отправить ее на войну. Дальше Кадырова Само собой, ни Маск, ни компания Тесла не подтверждали передачу Кибертрака Кадырову. Ведь подобное действие мгновенно обвалило бы акции автогиганта. Чеченский султан просто в очередной раз соврал. Рамзан выдумал байку, а на деле контрабандно завез машину в РФ, попутно отстегнув сотни тысяч долларов российским врагам. Он маска, он будет доволен. Проверяем, ход хороший, удобная машина, ребята будут довольны. И кстати, отныне предлагаю владение Кадырова называть свинцовой фермой. Фанаты Безумного Маска, то есть Макса, поймут. Как говорится, неповторимый оригинал и жалкая пародия. Ну, согласитесь же, одно лицо. И кстати, не забывайте писать в комментарии свои мысли о подобных выходках Дон-Дона. Украинский плен чуть ли не самое безопасное место для российских солдат. В плену накормят и если потребуется, подлечат. В российской армии лишь унизят, привяжут к дереву и изобьют. Телеграм-каналы утверждают, что видео снято где-то на лиманском направлении. Дальнейшая судьба привязанных неизвестна. Палачи, снимающие видео, утверждают, что наказание последовало за алкоголизм. При этом на видео все трезвые, да еще и отрицают свое пьянство. В то же самое время британские журналисты Sky News, пообщавшись с российскими срочниками, узнали удивительные детали сдачи в плен солдат-срочников из 488-го российского стрелкового полка в Курской области. После того, как в ССУ зашли на Курщину, срочники попытались сбежать, как вдруг кадыровцы с целью остановить бегство открыли по ним огонь. Тогда рота молодых призывников приняла верное решение. Развернуться и сдаться в плен украинским военным. Иными словами, Путин настолько человек своего слова, что призывники не просто участвуют в боевых действиях. Их еще и обнуляют в случае отступления кадыровские заградотряды. Унижайтесь, холопы! Русские бояре гуляют. В Ярославле владелец крупного местного предприятия весело отгулял собственный день рождения. Русский барин захотел примерить на себя роль фараона. Ну а какой настоящий фараон без рабов и обслуги? Роль рабов и обслуги выпала бедным сотрудникам предприятия. Уж не знаю, за премию или просто угрозой увольнения, но сотрудников даже запрягли в фараонскую колесницу. Вы просто оцените эти шикарные кадры. Ну а опять эти чертовы американцы русским житья не дают. Как только в Калифорнии обнаружили редкого глубоководного сельдиного короля, или как его еще называют, рыбу судного дня. Как в России, а точнее на российской Камчатке, этот самый судный день и начался. Сперва на Камчатку пожаловало 7-бальное землетрясение. А затем еще и активизировался местный вулкан Шевелуч, в результате чего для местных и международных авиакомпаний был введен красный код опасности. Во Франции на 89-м году жизни умер Ален Делон. Последние годы актер и кумир многих женщин боролся с тяжелой болезнью. Но при этом оставался в светлом уме и трезвой памяти. И как и в большинстве своих фильмов, до конца боролся со злом. Ален Делон неустанно поддерживал Украину в войне против оккупантов. И даже получил от президента Украины орден за заслуги. Маэстро декламировал стихи Тараса Шевченко, чем мог помогал ВСУ и простым украинцам. И всегда верил в победу Украины. Субтитры делал DimaTorzok